Всем привет! Сегодня я хочу поговорить о такой теме, как видеоблоги в Новой Зеландии. Когда я только собирался в Новой Зеландию, а было это больше 7 лет назад, информацию, особенно в видеоформате, про Новой Зеландию найти было очень-очень тяжело. Сейчас ее становится все больше, но тем не менее, про страну не так много рассказывают в качественном каком-то формате и с интересной подачей информации. Для вас я собрал подборку наиболее интересных и известных мне в принципе видеоблогов о Новой Зеландии на русском языке от разных ребят. Ну что, давайте посмотрим. Первый в моем списке канал Наталья НЗ. Я даже не знаю, есть ли среди моих подписчиков те, кто еще не знает этот канал, ведь Наташа самый популярный блогер из моего списка. У нее уже больше 14 тысяч подписчиков на текущий момент, и она преподносит информацию довольно интересно. Сама по себе она очень располагающая, приятная, милая девушка, которая работает финансистом в банке. И она делится своим мнением о Новой Зеландии, о работе здесь, о жизни, о людях и так далее. Поэтому смотреть ее довольно-таки интересно. Очень рекомендую. Следующий блогер в моем списке Дмитрий Власов. К сожалению, Дима временно уехал из Новой Зеландии и сейчас находится в Киеве, но мы все очень надеемся, что он еще вернется к жизни в стране и к жизни без усов. Дима, без обид. Дима, пожалуй, один из самых главных критиков Новой Зеландии, и соглашаюсь я с ним или нет, но его контент, стоит сказать, довольно интересен. Поэтому очень рекомендую его к просмотру тоже. Канал Кивизон. Несмотря на то, что это конкуренты Киви Эдюкейшн, не сказать о них было бы все равно нечестно. Ведь мы-то знаем, что Киви Эдюкейшн лучше. Но делает канал Иван Суботин, который сам был в Новой Зеландии студентом, прошел очень многое и делает очень интересный и качественный контент. Так что у него тоже можно подметить для себя что-то интересное. Следующий канал The Style Jungle. Ребята очень много путешествуют. Это пара. Они много времени проводят в съемках и в изучении чего-то интересного по Новой Зеландии. Раньше они вели свой блог преимущественно на русском языке, а сейчас переключились на английский. И получается у них очень интересно. Хорошая обработка и неплохие материалы. Следующий блогер Алекс Басан. Это друг Димы, и у них было много совместных видео. Когда-то они брали у меня интервью. И Алекс тоже довольно критично часто отзывается о Новой Зеландии, говорит открыто о ее минусах и недостатках, что тоже имеет право на существование. Алекс много говорит также о мотивации, ему интересен бизнес и работает он в IT-сфере. Поэтому его канал наполнен не только бытовыми, но и какими-то мотивационными и бизнес-интересными видео. Сергей Пешек. У него канал преимущественно о путешествиях, и снимает он красивую картинку из разных мест Новой Зеландии, посещает разные города, разные природные объекты. Так что смотреть его одно эстетическое удовольствие. Денис и Саша. Еще одна пара, которая также много путешествует и делает об этом свой видеоканал. Пожалуй, это один из самых красивых видеоблогов о Новой Зеландии, потому что Денис сам занимается профессиональной видеосъемкой и обработкой. Смотреть их интересно, благодаря качеству материала и интересной подаче ребят. Канал Life in New Zealand. Название говорит само за себя. Это тоже семейная пара, и они рассказывают о том, как устроена жизнь в Новой Зеландии изнутри. Очень много полезного, интересного, в том числе и о недостатках Новой Зеландии, поэтому подписывайтесь на их канал и смотрите, что они вам расскажут. Канал Марины Девяткиной. Это такой приятный, семейный, уютный блог, где Марина творческая, интересная, яркая мама, а Глеб, ее муж, он увлекается робототехникой, увлекается IT, потому что сам является программистом. Пара прекрасных детишек, и они стараются путешествовать в окрестностях Окленда и иногда куда-то дальше. Очень рекомендую их канал, всегда приятно посмотреть. Тео Ким. Молодой интересный парень, который живет в Веллингтоне, и этим особенно интересен, ведь в Веллингтоне не так много каких-то русскоязычных блогеров. Поэтому смотрите, как устроена жизнь в нашей столице у него в блоге. Артем Программист. Так называется канал. Собственно, он и не врет. Артем является программистом, живет в Окленде и рассказывает о жизни изнутри. На его канале есть обо всем по чуть-чуть. Есть, например, даже интересный материал интервью с Маури. Анна НЗ Став. Анна живет в Кращерче, что на Южном острове, поэтому это тоже довольно интересно, потому как большинство все же находится в Окленде. На своем канале она делится впечатлениями о путешествиях, преимущественно по Южному острову, и рассказывает о них на русском и на английском языке. Так что кто-то может даже попрактиковать свой английский. Кубик Адвенчерс. Это, пожалуй, самый необычный канал о Новой Зеландии и вообще, наверное, самый необычный канал, который я видел. Просто зайдите туда и посмотрите, и вы сразу поймете, о чем я говорю. Кубик очень много путешествует и рассказывает про разные любопытные места, про какие-то фестивали, про музеи и просто про природные парки и какие-то достопримечательности. Очень рекомендую, подпишитесь, это довольно забавно и интересно. Владимир Збитнев. Недавно у меня было с ним интервью, и вы можете посмотреть его также у меня на канале. И его канал я не могу не порекомендовать, потому что он обещает быть очень интересным с большим количеством качественного контента, потому что Вова не на шутку увлечен видеосъемкой. Ну и последний канал. Суидез! Если вы любите серфинг, я очень рекомендую подписаться на него, потому что Сергей единственный русскоязычный серфер в Новой Зеландии, серф-инструктор. В Новой Зеландии, который может рассказать вам много интересного об этом. Он любит летать на дроне, снимать то, как он серфит, и, в принципе, рассказывает о том, что ему нравится. Поэтому также его смело рекомендую. В общем, я считаю, что чем больше качественного материала о Новой Зеландии, тем лучше. Вы сможете больше узнать о стране. Вы сможете создать правильное впечатление и выбрать то, что вам нравится или не нравится. И решите, хотите вы сюда приехать, путешествовать или переезжать, или просто поработать, или не хотите. Потому что каждый должен принимать осознанное решение. Кстати, если я кого-то пропустил, блогеры, пожалуйста, прошу меня простить, просто напишите в комментариях еще ссылку на свой канал, и мы обязательно тоже его дополним хотя бы в описании. Или если вы смотрите какого-то еще интересного блогера о Новой Зеландии, пожалуйста, тоже пишите в комментарии, как и все ваши пожелания. Спасибо всем за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok